Знаковые перестановки в силовых структурах Украины. Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова. Его заменит глава службы внешней разведки Литвиненко. Кадровый спецслужбист учился в Москве. Пост руководителя СВР Украины занял замглавы главного управления разведки Минобороны Ивашенко. Что означают перестановки среди украинских силовиков, обсудим с экспертом. К нашему эфиру подключается член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с Данилова. Его якобы ссылают послом в Норвегию. Что Банкова устала от его заявлений и высказываний. Хотя заявления и высказывания были, что ни на есть русофобские. В тренде, что называется. Да, они, конечно, были в тренде, но, очевидно, они были слишком яркими. Так скажем, слишком яркими для Банкова. Вызывали некоторое отторжение даже среди тех, кто является спонсором президента Украины и вообще всей Украины как государства, как инструмента некого политического. Даже вот сейчас по интернету гуляла запись, где Данилов якобы комментирует события в Кроков-Сити-Холле. Некоторые до сих пор считают, что это оригинал, который впоследствии был удален. Некоторые считают, что это фейк. Но, тем не менее, все считают, что Данилов мог такое сказать. То есть, вот у него был имидж именно такого скандального человека, который в основном занимается производством таких вот резких заявлений, которые вызывают сильную реакцию. Но, очевидно, что сейчас уже на фоне особенно теракта, который во всем мире воспринимается большинством населения негативно, с сочувствием. Даже вот в Одессе затравили девушку, которая высказала сочувствие и даже извинилась за Украину и украинцев. Он, каракт вызывает сочувствие, а Данилов как бы способен что-нибудь ляпнуть. Поэтому, скорее всего, его просто отправили вот в эту почетную отставку. Дали ему в качестве синекуры должность посла. Хотя это пока тоже не совсем точно еще. Но, тем не менее, вполне возможно. Его место займет кадровый разведчик, который учился в Москве, который изучал криптографию. То есть, склонен скорее что-то сохранить в тайне, чем наоборот. Вот выплескивает это на публику. Ну, действительно, СВР Украины была достаточно закрытая служба, в отличие от руководителя главного управления разведки украинской Буданова. Вот Литвиненко на этом посту, на посту начальника СВР, мало что говорил вслух, но много, вероятно, что делал. И вот эти перестановки на должность Данилова в СНБО ставит Литвиненко, начальника службы внешней разведки. Все больше мнений, по крайней мере, в украинской телеграм-среде, что тем самым и Зеленский, и серый кардинал Украины, Андрей Ермак, расставляют на ключевые силовые посты своих, что называется. И что тем самым Зеленский через Ермака укрепляет свою личную власть в преддверии его делегметизации. Да, это тоже верно. Они готовятся к тому, что в конце мая закончится срок легитимных полномочий Зеленского, и что нужно будет либо объявлять в соенное положение, либо каким-то иным образом продлевать полномочия Зеленского. И для этого, конечно, потребуется поддержка со стороны силовиков, безусловно. Но в любом случае сам по себе Данилов это был человек, который не столько склонен был к каким-то действиям, сколько к скандальным заявлениям. То есть человек, от которого не очень много пользы, и который не обладал реальными знаниями и полномочиями. Просто очень высокопоставленная говорящая голова, скажем так. А вот эти перестановки, которые в эти буквально часы совершились в силовом блоке Украины, о чем они говорят, что русофобов меняют на русофобов, это очевидно, на еще более ярых русофобов, либо которые все-таки склонны думать головой? Вы понимаете, там нет нерусофобов сейчас на Украине, особенно наверху военной или там спецслужбистской пирамиды. Как они могли туда проникнуть, нерусофобы? Даже как они могли там просто остаться? Там чистки начались еще с 2014 года, причем при очень активной поддержке спецслужб Соединенных Штатов Америки. Так что в данной ситуации для нас существенным образом ситуацию это не меняет. Другое дело, что это может отразиться на внутриполитической составляющей, это может отразиться на внутренней политике. Почему? Потому что, например, того же Данилова, сам Алексей Данилов, он очень сильно раздражал население Украины, местное население, то есть даже тех, кто поддерживает войну против России, тех, кто поддерживает ВСУ и так далее. Но заявления Данилова, они все равно вызывали очень сильное раздражение, как и он сам, как и многие другие люди, которые живут, скажем так, несколько напоказ, чьи дети учатся где-нибудь в Лондоне, но при этом сам человек сидит в Киеве и высказывает кардинальные, радикальные, всякого рода в адрес России делает заявление и так далее, которые не воюют, которые не находятся на фронте, которые находятся в безопасности и так далее. А теперь его место займут другие люди, которые, во-первых, будут более лояльны, просто потому что их назначили на столь высокий пост, а во-вторых, которые, видимо, не склонны к такой болтовне, которые больше будут заниматься, вот, собственно, своим делом разведывательным, спецслужбистским и так далее. Но для нас это мало что значит в реальности. Для нас перестановка этих людей наверху украинской властной пирамиды может означать, как, не знаю, как вот Шулер будет тасовать колоду карт. Ну, вот, был там валет в середине, а теперь он где-то будет сверху. Мало что значит, на самом деле. Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич, за разъяснение. Напомню, у нас в эфире был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Число пострадавших при теракте в Крокус-Сити-Холле возросло до 360, среди них 11 детей. Такие данные привели ТАСС в Центре медицины катастроф. По словам собеседника агентства, были госпитализированы 92 человека, уже выписано 63. Еще 205 пострадавших получают амбулаторную помощь. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество пострадавших растет из-за того, что люди в шоковом состоянии покидали место трагедии и не сразу обращались к врачам. По ее словам, этим объясняется приток людей в больнице. Вице-премьер заявила, что медицинская помощь оказывается всем пострадавшим. И сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что на лечении в больницах остаются 60 пациентов, 34 пострадавших выписаны. Всего в городские клиники после теракта были доставлены 94 человека. Собянин также отметил, что донорскую кровь в Москве сдали более 7,5 тысяч человек. Жители столицы и бизнесмены направили пострадавшим и семьям погибших в теракте более 225 миллионов рублей через благотворительные фонды. Собянин поблагодарил тех, кто оказывал помощь пострадавшим в теракте. В результате теракта в подмосковном Красногорске погибли 139 человек. Задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех четырех непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Во вторник Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела. Накануне вечером спасатели завершили разбор завалов на месте трагедии. И в продолжении темы владельцев зданий и площадок, где собирается много людей, могут принудить к страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей. Такая мера поддержки пострадавшим после ЧП сейчас обсуждается в Госдуме. Об этом сообщил глава Думыского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это одна из инициатив, которая рассматривается после теракта в концертном зале «Крокус Сити-Холл». Как будет работать подобный механизм страхования, спросим самого Анатолия Аксакова. Он с нами на прямой связи. Анатолий Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Но вот эта тема, обязательное страхование ответственности, она возникала в страховой среде и среди законодателей и после пожара в Хромой Лошади, и после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Но до сих пор никаких конкретных решений принято не было. Что мешает и как сейчас будет решаться это? Ну, мешало то, что очевидно в страховании это и увеличение нагрузки, в том числе потребителей соответствующих услуг. Если, поскольку эта ситуация проведения концертов, сбор людей страхуется, то ценой билета эта страховка будет включаться. Естественно, возникает вопрос, насколько это будет выгодно покупателям билетов и интересно, ну и тем, кто продает. Здесь необходимо найти такой баланс интересов для того, чтобы не отторгнуть покупателей, тех, кто хочет приобрести услугу соответствующую, ну и чтобы был интерес проводить такие мероприятия. Поэтому, в общем-то, баланс обсуждался, дискутировался и, очевидно, не был найден, поэтому законопроект не появлялся. Но после вот случая последнего, то, что произошло с трагедией, нашли, скажем так, баланс, с моей точки зрения, подискутировали и с Центральным банком, и с правительством, со страховым сообществом. И я рассчитываю, что в ближайшее время, допуская в течение недели, соответствующий законопроект будет внесен в Государственную Думу. Подробности пока не готов говорить, поскольку идут дискуссии. Я не хочу здесь идти впереди, скажем так, лошади, поскольку пока идет дискуссия. А владельцы торговых центров уже высказались по вот этой дополнительной страховой нагрузке? Возможной? Ну, мы их тоже слушаем. По-моему, сейчас в этой ситуации все с пониманием относятся. В том числе и страховщики, и владельцы таких точек, таких мест, они с пониманием относятся к тому, чтобы соответствующие мероприятия... Да, понятно. Небольшие сбои по связи. Но все, что надо, Анатолий Геннадьевич уже сказал. Спасибо большое, Анатолий Геннадьевич. Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, был с нами на связи. Вести ФМ. Первое о главном. Переходим к другой теме. В Минэнерго разработали программу по экономии электроэнергии. Суть нововведения состоит в том, что потребители обязуются снижать энергопотребление по сравнению со своим привычным объемом в пиковые часы нагрузки на сеть. За это им будет выплачиваться вознаграждение. Но для этого придется добровольно отказаться от регулируемых тарифов для населения. Мнение выслушал наш корреспондент Олег Яхонтов. Механизм регулирования спроса на электроэнергию начал работать с этого года. Хотя пилотный проект по оптимизации энергопотребления был опробован еще в 2019 году и признан успешным. Он заключается в организованном снижении энергопотребления в пиковые часы спроса. А чем меньше спрос, тем ниже цена. Причем для всех потребителей, а не только для компаний, участвующих в работе механизма. Его суть состоит в том, что компании-потребители энергии заключают договор с так называемыми агрегаторами, обязуясь снижать потребление электроэнергии по сравнению со своим привычным объемом в пиковые часы нагрузки на сеть. В свою очередь, компания-агрегатор по команде системного оператора единых энергосистем дает распоряжение клиентам снизить потребление электричества. Если они выполнят условия, то получат вознаграждение. Плюс к этому экономию за счет снижения потребления электричества. По словам генерального директора компании «Русэнергосбыт» Михаила Андронова, эффект от применения схемы будет для каждого, поскольку снижение нагрузки на сеть уменьшает тариф, причем без остановки производства. Многие воспринимают, что для того, чтобы заработать, нужно просто остановить свое предприятие. Нет. Надо просто не более пяти раз в месяц снижать потребление электроэнергии от двух до четырех часов. При этом вам заранее, до шести часов вечера предыдущего дня, говорят, что завтра просьба отключить. И вы сами выбираете на два или четыре часа. И в случае, если вы, например, по каким-то технологическим особенностям не готовы, просто говорите, что в этот раз я не участвую. Предполагается, что после 2026 года к механизму регулирования спроса на электроэнергию могут присоединиться и рядовые потребители. Однако есть две больших проблемы. Первое – это заинтересованность компаний-агрегаторов в крупных клиентах, промышленных предприятиях, потребляющих много энергии, а не в физических лицах, хозяевах обычных городских квартир. Агрегаторам сложно заключать договоры с домохозяйствами и следить за выполнением всех условий. Во-вторых, для того, чтобы обычной семье присоединиться к проекту, необходимо отказаться от регулируемых тарифов для населения и перейти на коммерческие, которые на 34% выше. Причем в России развито перекрестное субсидирование, когда в тарифы для промышленных предприятий включена часть расходов населения, что позволяет снижать стоимость электроэнергии для граждан. В этом случае переход на регулируемый спрос для населения оказывается невыгоден. Например, сейчас средний тариф на электроэнергию для физических лиц составляет около 5 рублей. Если потребление в месяц в среднем составляет 150 киловатт в час, то при переходе на коммерческий тариф жители будут переплачивать более трети от конечной суммы, и вознаграждение не поможет сэкономить. Окончательное решение по проекту еще не принято, а его реализация запланирована после 2026 года, при условии востребованности предложений Минэнерго. Олег Яхонтов, Вести ФМ. Самсунг отключает Мир. Компания предупредила российских пользователей Samsung P, что с 3 апреля их карты отечественной платежной системы удалят из этого приложения. Самсунг официально ушел за Россию в 2022 году, но некоторые сервисы продолжали работать. Для удобной оплаты эксперты советуют скачать приложение Мир P на гаджеты с Android и продолжать платить бесконтактно. Вот что сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мортазин. Платежная система Мир попала в очередной виток санкций. В частности, на Android в Play Store удалено приложение Мир Пэй, которым пользовались многие люди в России, как заменой стандартных приложений. Это значит, что все компании, которые поддерживали карты Мир и их продукции есть на российском рынке, они также должны ввести ограничения. В частности, Samsung Pay с 3 апреля прекращает поддержку карт Мир в своем приложении. До этого момента они работали. Все остальные карты лояльности и прочее будут работать. То же самое касается Samsung Wallet, потому что только в России есть Samsung Pay, ну и в Беларуси. На всех рынках Samsung Pay заменен на Samsung Wallet. Там тоже карты Мир поддерживаться не будут. В остальном, если мы говорим на сегодняшний день о поддержке карт Мир, приложение остается. Его можно загрузить напрямую с сайта платежной системы Мир. Либо можно взять сторонний магазин приложений, например, ProStore, и оттуда загрузить и поставить на свой Android смартфон. И все будет работать. То есть пользователи не пострадают.